Всем привет! Мы сегодня с утра уже в пути. Мы идем в Вайлберис выбирать Коли куртку. Заказали несколько штук, потому что старые его куртки, они рвутся из-за костылей постоянно. Я их подшила так примитивненько, и мы отдали их. Ну, у нас есть центр для малоимущих, в общем. В общем, специальный центр там от епархии. И мы туда все отдали, и у него у бедного нет куртки, а у нас уже тепло, уже плюс один на улице. Что, неудобно, да, идти? Ну да, проваливаются костыли. У нас тут тропиночка, потому что вот такая вот узенькая куртка на Барланда. Ты ее не будешь брать? Так надо же все померить. Чтоб не потерялась, да? Номер два. Снизу? И что, значит, нет? Сильно тоненькая, нет? Не нравится? Мне кажется, она сильно свободная, а тебе нет? Надо будет постирать и надимушку украть. Выбрали мы четвертую куртку. Четвертая же она была? Угу. Переодевашки на улице, на морозе. Переодевашки и скалюшки. Выбрали курточку посвободнее, потому что на костылях так удобней. Мы с Колей едем по такому страшненькому местечку на дальнюю базу стройматериалов. Хотим посмотреть цены, потому что родителям нужно делать дровяник, и вот мы хотим посмотреть цены. Но тут такая дорога, вот тут такая лужа, и такая дорога, и вообще дождь идет. Хостел. И хостел, да, отличное место для хостела. Так, а куда нам дальше? Погрузка машин. Ты что, не помнишь дорогу? Нет. А ты помнишь? Сам объяснял недавно, всем выпендривался, а сам забыл. Ну куда? Туда, вон туда. Куда? А куда? Другой дороги нет. Погрузку машин, что ли? Самое главное, не застрять среди поляны. А то толкать тебе придется. Мне кажется, туда надо. Мне кажется, нет. А мне кажется, да? Мне кажется, мы там вообще никогда не были. Кто-то заблудился. Теперь мы стоим посреди дорог и не знаем, что нам делать. Можно погулять. Вперед. Окей, гугл нам поможет. Ты постри геопозицию, где мы находимся вообще. Они где-то у меня в друзьях. А если поедет машина? Ну когда поедет, там уже будем разбираться. Вроде как мы едем правильно, но дорога прям каша-каша. Каша-каш. Ой, смотрите. Это мало кто такое увидит. Это только мы тут в лесном городе такое видим. В смысле чего такого? Человек с Красноярска приехал, когда к нам, и на Енисею увидел, как тянут бревна по воде. Он был просто в шоке. Он снимал и отправлял всем. Это даже в Красноярске люди удивляются, когда видят вот такое вот. Столько леса, и вообще все это производство, вот это, 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 забыл, как называется. Это фанера? Я думала, это ДВП, это ДВП. Так что, а ты говоришь, что такого? Ну, для нас-то это привычное дело. Ну, для нас, да? Ну, ты представляешь, какой красивый лес. Там такие фоточки получились бы для Инстаграма, для москвичей. Вообще круто. И вот, сутри, детишки гуляют. Так, а где у них тут этот? У нас тут всякие стройматериалы, а вот и этот. Унитол профи. Не, вообще куда-то все слова потерялись. Вообще. А вон кирпичики лежат. Как он тут на при... О, Гарри Поттер! Где? Вон, смотри. Вот это продвинутые, продвинутые стройматериалы. Что там делает Гарри Поттер, скажи мне? Что там, а если они подорожали, да, Семя? Что? Правильно он все посмотрел? Да, очень сильно подорвало. Смотри-ка, тут есть мангалы. А мы хотели взять, да, какой-то? А вот это вот, чтобы плов, да, делать? Это казан? Или как они называются? А круглые такие штуки. Казан, ага. А вот это что такое? Течка. Казаная течка. Для... А, для большой компании плова. Да, цены, конечно, выросли, вообще жесть. Ну все, поехали домой. Главное, не заблудиться. У нас на улице такая красота. Такие крупные хлопья снега падают. Тепло и снег. И вообще, уже практически апрель, а у нас прям снегопад. Ну какая прекрасная погода. Такие хлопья снега. Ой, вообще красота. Пойдем гулять? Нет. Нет? Почему? Кто-то ужин будет делать. Я? Ну вот давай. Вот такой вот у меня злой муж. Прям тирания вообще. Мы тут спорим про цвет коралловый и терракотовый. Какой коралловый? Ну такой красноватый. Вот такой? Нет, вот как вот это. Вот это? Да. Так это ж розовый. А коралловый какой? Не знаю я. А терракотовый? Без понятия. Ладно, я потом расскажу. Мы сегодня, так как до позднего вечера гуляли по магазинам, то я вечером приготовила опять на скорую руку тилапию. Она так пишется правильно, произносится. Опять у меня рис. Рис басмати, кстати. Мы ни разу его не пробовали. Вот попробуем. Обычно я же сминтву купала. Приятного аппетита. А я сейчас буду учить тебя, чем коралловый отличается от терракотового. Лучше не надо. Поругаемся. Мужкая лень безгранична. Чтобы по дворам же не ходить, можно все же делать. Коля у меня самостоятельный. Так. Что еще в карманах? Все, телефон. А, еще телефон притащил. Все, за раз все принесено. Молодец. Ура, Формула-1. Сетевой фильтр только не включил. Рук не хватило. На что это ты намекаешь? Включить сетевой фильтр. А я покопаю все открою. Сетевой фильтр у нас в ящике. Ему отведен целый огромный ящик. Итак, наступил этот день. День моей сессии. Первый день. Первый день. На самом деле я жуткая трусиха. Я сильно всегда переживаю. Боюсь неизвестности. И очень сильно нервничаю. Уже не сплю. В общем, я вся на нервах. Надеюсь, что все будет хорошо. С Богом. Я как будто на войну собираюсь. А страдаю при этом всем я. Да, неправда. Это была шутка. Дыши. А фаброзал мы приняли. Но не помогает. Ничего не помогает. Я раньше уже и транквилизаторы пила. Ничего не помогает. Боюсь я неизвестности. Боюсь людей. Боюсь выступать с презентациями перед аудиторией. Да я вообще жуткая трусиха. Если вы знаете какую-нибудь трусиху, то умножьте на 100. Получите примерно меня. А лучше на 200. Нервная я. Прям все нервная. Она когда нервничает, очень тщательно расчесывает волосы. И у меня все болит. И жога, живот, тошнота, голова, я не сплю. В общем, сама себя убиваю. Не делайте так. Молодец. Ничего не бойтесь. Это всего лишь учеба, всего лишь сессия масштабов планеты. Это мелочь. Но я считаю, что это очень серьезно. Потому что это моя глупость. Потому что ты очканавт. Я из космонавта, ты очканавт. Какой-то чудак у нас тачку бросил. Прям на проезде. Люди стоят, не могут не выехать, не заехать. Самое сухое место заня. Люди вон пинают. А ему все равно. Вот что с такими делать. Колеса тоже прокалывать нельзя. Ух ты ж. Она еще и орет. Еще возмущается. Вот такие вот у нас персонажи попадаются в городе. А вот институт, в котором я учусь. Лиссасибирский педагогический институт. Он трехэтажный. А там с другой стороны, на той стороне дороги, там Колин институт. В общем, все. Если аудитория будет открыта, то постараюсь заснять. Повезло мне. Добыла я ключи от 210. Открыла дверь. Пока никого нет. Вот так вот мы учимся. На каждом столе какие-то штучки с напряжением стоят. Тоже какие-то детали. Доска. Там сидит учитель. А здесь вот нас. У нас всего 4 человека. Телевизор у нас здесь. И еще один телевизор. В общем, такой очень странный, неординарный кабинет. Сразу надо открыть окно. Ну, в общем, здесь что-то проходило. Как будто по физике. Хотя институт педагогический, так что непонятно. Сразу открою окно. Потому что жарковато. Куча розеток. Навряд ли они, конечно, работают. И вот здесь сижу я. И там еще 3 человека. Там преподаватель. Ключ, кстати, надо туда положить. И вот такое вот стоит на каждой партии. Розетки не работают. Мы проверяли. Все, пока никого нет. Я одна на фоне телевизора. Буду ждать остальных. Так, у нас такие насыщенные дни с моей сессией. Я вечерами учусь. Времени нет. Сейчас утром мы поехали уже на вторую прививку. Говорю, что вторую. Все равно будут спрашивать. Вообще, все надо повторять по 10 раз. Говорю, что первую все равно переспрашивают. Поэтому вторую прививку мы вот сейчас сделали. Отъезжаем от больницы нашей. И сейчас мне еще надо будет другую больницу. В общем, сегодня я сессию, наверное, пропущу. А пока у нас есть время, мы, наверное, погуляем с тобой. Приехали мы на маленькую площадку. Тут детская площадка. Вечером красиво светятся олени. Где они? Отсюда не видно. Я здесь. Олень один. Олени два, три там вот стоят. В общем, вечером все это красиво светится. Сейчас, конечно, не очень. Плюс грязь, снег еще не растаял. Коля играет, ходит в лабиринтиках на улице. Холодно. Шапку он не взял. Да, шапку не одевают. Зачем? Подошли к машине. Я посмотрела наверх, а там на проводах висят кроссовки. Я представляю, как они там оказались. Поэтому мне очень смешно. Как они там оказались? Над этим стоит поразмышлять. Нет. Я зашла домой. Мы хотим еще проехаться по магазину. Пятерочку, наверное, заедем. Принесла Коле пельмени из дома. Чтобы у монокостылях не подниматься, я принесла в пакете пельмени, ну, пакет для заморозки, и перчатку одноразово. Ну как? Согласись, пельмени из пакета... Это самые вкусные пельмени на свете. Готовьте пельмени в пакетах. Есть пельмени. Ты пакеты из пельменей. Да, пакеты тоже можно поить. Будет очень интересно. А то целый день мотаемся. Вот как? Резину поставили летнюю, купили. Угу. Я даже не видела. Я даже не видела. Угу. Посмотрю потом. Пусть вкусные пельмени? Ну да, нормальные. Это Ермолинский, кстати. Не премиум, а обычные. Угу. Ну, очень вкусно. Всё, поехали. Поехали. Опять закончился? Угу. Мы приехали опять на Енисей. Только вчера были на Енисей, только в другой части города. И там ещё лежит лёд и снег. А вот здесь вот, в начале города, уже почти всё промыло. Как быстро летит время. Бесстрашные рыбаки. Да, рыбаки рыбачат. А какая разница, да? Да. Интересно, поймал что-нибудь? Радикулит. Замёрзшие ноги. Так он стоит, даже не сидит. Просто вдруг бежать придётся. Это правда уже опасно. Слышишь трещотка? Слышишь? Да. О, трещит точно. Наверное, может скоро отколется. Льдина трещит. Блин, это так круто. Хорошо, красиво, но надо учиться. Поехали. Чему учиться будем? Будем клиническая психология детей и подростков у нас сегодня. Маниакальные расстройства. Приключения наши не заканчиваются. Мы только приехали домой, я начала раздеваться и обнаружила, что у меня вот здесь вот под ключицей какая-то шишка уплотнения. Продавила, прощупала. И прям больно. И теперь она начинает ещё сильнее болеть. И прям жжение какое-то. Шея, ключица. В общем, весь этот бок. Коля прочитала в интернете что-то страшное. Мне не говорит, но сказал, что собираю вещи, надо ехать в приёмный покой. Вот мы едем. Я не знаю, насколько это страшно. Ну просто, а вдруг она вырастет за ночь ещё больше. Так что лучше проконсультироваться. Я надеюсь, что меня примут. Потому что хирурги у нас уже не работают. Уже вечер. Мне надо учиться, а я катаюсь. Тридцать три несчастья. Сто девяносто три. А почёп. Я уже устала. Кстати, после прививки температура небольшая была. Но я вчера пила кетанал. Сегодня второй день после прививки. И температура небольшая есть. То есть кости ломят. Мышцы болят. И вот какое-то образование. Не знаю чего. В общем, просидели мы в приёмном покое. Там хирург сидел. Он говорит, ну а что делали перед этим? Я говорю, ну прививку делала. Он говорит, ну вас же предупреждали, что там могут воспалиться лимфоузлы. Я говорю, нет, не предупреждали. Ну в общем, он даже особо не прощупал. Сказал, это область ключицы, область лимфоузлов. Мне кажется, это несерьёзно. В общем, эти лимфоузлы симптомчик, конечно, такой себе. Всё вот здесь вот болит. Вот здесь вот шея, жжёт всё. Вторую прививку сделала. Вот так вот. Коля тут вчера сломал выключатель. Сегодня делает выключатель. Поэтому у нас тут темно. Что потерял? Что уронил? Говори, достать? Нет? Что за выключатель-то купил? Хоть покажи. Посмотрим. Так. Без этого, без индикатора. Чё так? Нафиг он может? Угу, понятно. Гарантия 3 года. Угу. Сейчас выходили из подъезда, встретили соседа. Он сказал, что переезжает. Мы спросили, куда? А он говорит, в Анапу. И мы как раз же тоже хотим в Анапу. Ну просто хотя бы съездить на разведку. И вот он говорит, ничего не бойтесь. Чё здесь делать вообще? Морозы, холод, а там климат для ребёнка хорошо. И вообще всё там так хорошо. В общем, такой решительный. Прям заряжает энергией, да? Угу. И решительностью. Ничего не бойтесь, чё бояться. Там родители пусть к вами ездят. Тоже агитируйте. И вообще прям так там всё. Но они купили там трёхкомнатную за 3 700 год назад. А сейчас она уже стоит 6 миллионов. Где мы возьмём 6 миллионов? А, да, так там не нужна трёхкомнатная? Ну, говорит, ну купите себе двухкомнатную, если свою трёшку здесь продадите. Ну, мы-то хотим дом. Но дом можно купить, конечно, там за городом, в каких-нибудь станицах. И самим его потихоньку достраивать. Мы же любим делать ремонты. Ты не любишь? Ты не любишь? Ты не любишь? Нет, не нравится. Любишь делать ремонты? Ну-ка. Люблю делать ремонты. Ну-ка. Я обожаю делать ремонты. Я так и думала. В общем, конечно, есть над чем подумать. Хорошо. Завидую таким людям, решителям, которые ничего не боятся. Всё сразу, легко взяли, сделали, уехали. Молодцы, конечно. Чё? Пошли сейчас ему. Ему под 50, говорит я переводчик. Но он сказал, что он в 45 развёлся с женой. То есть начал полностью новую жизнь. Все его осуждали, но он... Ну, действительно, надо делать то, что хочешь. Ну, что делать, если я хочу... Делать новую жену, пожалуйста. Ну, не знаю, если тебе некомфортно. Ну, не знаю. Я могу. Ну, что делать, если как бы и жить на море, конечно, хохиш, а не в этом морозе. И в то же время у тебя здесь родня, здесь наши родители, тоже не можешь уехать. То есть ты просто разрываешься и живёшь там, где тебе не нравится, где тебе некомфортно. Но ты ничего не можешь сделать. Ты же не можешь бросить своих родных. Вот эта палка о двух концах. Безвыходная ситуация. Вот так и живёшь. До пенсии, да? Доживаешь свой век. А потом буду потом жалеть. Почему раньше не переехала? Чего мы тут 7 лет сидели? По сути, ничего и не сделали, кроме квартиры. Ты-то у меня трус ещё тот. Даже в Хакасию боялся ехать тут 700 километров. Когда только поженились, он тоже только дома сидел. Никуда. Я говорю, ну в Хакасию тут совсем близко. Не боюсь, боюсь. Еле как его вытащила. Но чтобы переехать жить в Анапу, там вообще не знаю. Сделал? Не знаю, что я верю. Давай. Залежаемся. Так. Та-да-дам! Да, очень яркий свет. Всё? Работает? Да, ну ладно, теперь выключатель на место поставить. Мы купили курицу. Коля её пока тут разделывает на супы. В общем, решили, что так выгоднее и удобнее. Так как мы приехали вечером только домой, я вот себе достала мидии. Перекусываю мидиями. И сейчас я вам расскажу про хобби вот этого человека. Что это не хобби? Чем он решил заняться? В общем-то, в один прекрасный вечер мы уже собирались ложиться спать. Я уже лежу на кровати, Коля ест яблоко перед сном. И тут он говорит, а, смотри, там семечки проросли, какие-то там два росточка, семечка проросла. Что делать? Надо срочно её садить, короче. Уже почти ночью надо садить семечку. Якобы он такого никогда не видел, и надо срочно их посадить, эти семечки. И вот, он говорит, давай всё, вставай с кровати, я же уже лежу, а у нас земля под кроватью. Я говорю, ты во что будешь её садить, землю из-под каптуса или из-под фикуса? У нас нет земли для яблонь. Он говорит, давай из-под фикуса. В общем, согнал меня с кровати, пришлось всё убирать, вставать. Подняли мы эту кровать, давай искать землю, нашли землю. И у него на тумбочке стоял стакан из-под гренок. Ну, в пятёрочке покупали гренки с каким-то соусом. Вот этот стакан из-под гренок он взял, насыпал землю из-под фикуса, попшикал пульверизатором, полил и посадил, да, свои семечки. И потом, пока мы ещё не легли спать, постоянно подходил, вот так вытаскивал всё и смотрел. Говорит, там корни увеличились, уже больше стали. Я говорю, если ты будешь вытаскивать, вот так и смотреть, тебе вообще ничего не вырастет. В общем, утром он тоже встал, опять вытащил эту семечку из земли, увидел, что она растёт и даёт корни. Я говорю, у тебя ничего не вырастет, если ты будешь каждый час вытаскивать из земли вот эту вот, в общем, семечку с корнями. В общем, да, прошло сколько дней у нас уже? Где-то неделю. Да, где-то прошла неделя. И вот, что он у нас вырастил. Там было две семечки, вот эта вот побольше, вот эта вот вторая поменьше. Она такая чёрненькая, потому что на них сверху была семечка, ну, это шкурка одетая. Я говорю, не снимай, они ещё не готовы. В итоге я ушла на учёбу, он меня забирает с учёбы и говорит, там наши ростки сбросили семечки. Я говорю, как сбросили? Он говорит, ну, я им помог. Я говорю, нафига ты снял? Вот видите, поэтому листики теперь почернели. Потому что ему не терпится, чтобы они побыстрее выросли. Он говорит, я буду как Иваныч выращивать яблони. Ну, Иваныч, это мой папа, он же выращивает яблоки. Я же показывала, летом у нас там много яблонь. И вот Коля теперь у меня тоже будет выращивать яблоки. Будем все следить за твоими ростками. Какие-то бешеные дни, согласись? Просто бешеные дни. И со здоровьем, постоянно по больницам, и учёба, и то, и сё. И вообще капец, дома даже есть нечего. Да просто некогда приготавливать. Да и неохота, потому что ты постоянно занят. Тебе просто некогда. Это просто жесть. Где полотенца? Я сильно много болтаю, да? А ну где? А где? Вот где полотенца? А не знаю. А я его куда-то унесла, что ли? Наверное. А, о, да, вот оно. Ну, офигенно. Вот, я думала, что только сессия будет такая напряжённая. А оказалось, что помимо сессии куча всяких ещё проблем, дел навалилось. Поэтому мы взяли вторую пачку афобазола. Да, кстати. Но он уже не помогает. Где он? Здесь? Вон. Там две. Вот этот мы уже выпили. Ага. Вот этот новый. Ага. Но он уже что-то действовать перестал. Нет, мне кажется, должен. Я просто в это верю. Ну, хорошо. Верю. Мне нужна приправа для курицы. Коля заканчивает пить, я начинаю. Так как сессия, проблемы, здоровье, лимфоузлы. Ой. Вместо курицы, вместо курицы, вместо колбасы я решил запекать грудку, чтобы ложить утром на бутерброды. Думаю, гораздо вкуснее будет и полезнее. Ложить, нет такого слова. Ты что? Класть. Класть. Положить. Положить на бутерброды, вместо колбасы, сыр, сыр. Скажет он дебил. А нам писали, что нам надо в первый класс. Так что да, вы правы. А где петра у курицы? Ну вот, спереди, вот здесь вот. Самая первая лежит, найти не может. Это ж я. Мне аж первый класс надо. В общем, вместо колбасы есть куриную грудку. Так как это полезней и вкуснее. И гораздо больше. А то сосиски сейчас вот я взяла, мне плохо после них было. Я же миссис 33 несчастья, поэтому мне было после сосисок плохо. Колбаса вся какая-то плохая, невкусная, поэтому мы решили запекать грудку и делать из неё бутерброды, да. Так, муж, почему такой бардак на кухне? Ну подожди, я ещё не закончил. Вот в этой комнате теперь я нахожусь с 6 вечера до 12 ночи. Постоянно пишу, пишу, пишу. Особенно вчера писала и списала 12-листовую тетрадку, потом сканировала, отправляла преподавателю. Это такие у нас задания в Е-курсах. То есть мы и ходим на лекции, сидим там, получается, с 11 до 6. Потом ещё дома до ночи занимаемся и ещё плюс у меня свои личные проблемы. Мало того, что ещё прививка, температура, лимфоузлы, кости ломят. Ты мне сочувствуешь? Нифига ты не сочувствуешь! У меня тут вон план. На твоё лице всё фокусируется, ты же звезда. У меня тут вот план, что нужно сделать. Планов много, планы огромные. Я ничего не успеваю сделать. У нас завтра технологии, работы, замещающими семьями и психолого-педагогический практикум, по-моему. Клиническая психология детей и подростков мне надо сделать дома. Это что такое? Это фольга. Это вот у меня шоколадка тут лежит для мозгов. Всё про курсовую здесь написано. Здесь салфетки для слёз и соплей, так как нервы сдают. Я взяла себе побольше, чтобы плакать. Дневники. Ещё практика, помимо всего. Здесь вот педагогика и психология девятного поведения. Немножко были лекции, потом остатки и экзамены будут уже через три недели. Это у нас что? Выключение сознания, оглушение, сопа, робморок, кома. В общем, вот это вот всё. В общем, всякие страшные заболевания по клинической психологии. Чистые тетрадки. Муж, который постоянно мешается. А я-то че? Я сейчас с твоей дуны и всё. Пришёл чё-то. Чё пришёл? Ты хочешь написать мне лекции? А ещё нам задают часто посмотреть какие-нибудь фильмы старинные. Или вот последний раз на эту сессию, сейчас мы с Колей смотрели, 51-х поцелуев, потому что там антероградная амназия, по-моему, главная героиня. Дрю Бэримор, кстати, с которой меня сравнивают почему-то в комментариях к видео к Новому году. Говорят, что я похожа на Дрю Бэримор. Если что, она мне не нравится, не надо меня с ней сравнивать. Мне кажется, мы вообще не похожи. В общем, надо посмотреть фильм, написать, какая у неё амнезия, ну вот антероградная. В общем, я написал. Да, в основном этим занимается Коля, потому что я как-то не люблю это делать. Я строчу лекции. А потом ещё мне говорят, вот всё за тобой переделывать, перепроверять. Как могла кратковременная память, я говорю, кратковременная у неё пострадала, она не может быть. В общем, вот так вот спорим, поэтому мы ничего не успеваем, потому что мы с тобой постоянно спорим. И потом ещё телефонная будка, мы вчера тоже уже перед сном смотрели, да, фильм «Телефонная будка». Но я увидела давненько, и там нужно тоже вот психические особенности человека, то есть психа. Ну, кто, короче, из них псих, надо понять. Что у него за заболевание, что с ним делать. В общем, какие-то там такие странные вопросы. Вот такие, в общем, у нас ещё задания. Всякие читать статьи, смотреть какие-то фильмы, и вот психологические особенности оттуда вытаскивать. Если меня не убьют мои образования под ключицей, то бишь лимфоузлы. Хотя я не знаю, там может вообще вырасти всё, что угодно. Я очень-очень переживаю, и болит у меня вся вот эта вот прям часть. Мне страшно. Если я выживу, то видео выйдет. И яблоки вырастут. Да, у него яблоки, у меня болезни, сессия. Короче, очень весело живём. Надеюсь, что всё будет у нас хорошо, и у вас тоже. Спасибо вам за пожелания нам хорошей жизни. Здоровья. Мы тоже вам желаем всего наилучшего. Мы вас очень любим и очень рады, что вы у нас есть. И что мы у вас есть. Поэтому всё спасибо. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok